добрый день теперь украина пока вы в пятницу занимались своими делами я выяснил что высокопоставленным сотрудникам российского мида не только мерещится бандеровцы фашисты и нацисты в украине оказывается есть еще одно место на планете где нашли украинский след и это венесаэла украина это уникальная страна нам удается мешать русскому медведю фактически на всей планете давайте вспомним где они до этого искали украинский след и самое главное находили было что-то подобное в сирии великобритании в грузии ну и конечно если что-то произошло в самой россии надо выяснить а не украинцы ли здесь что-то напакостили отмечается переброска американских спецсил и техники ближе к территории венесуэлы есть данные о том что компаниями сша их союзников по нато прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружений боеприпасов для их последующей передачи оппозиционным силам в венесуэлы не пугайтесь сегодня зарада не будет украина не планирует продавать оружие оппозиции в венесуэлы как говорится у нас то конечно есть но тильки для сэбэ но оказывается мне есть кто-то в восточной европе которому совсем не жалко распрощаться с советскими запасами я честно говоря думал что мы уже у всех стран вот этой восточной европы то есть у наших соседей все эти запасы давно вычистили но увидите ли слишком уж долго у нас длится противостояние с россией и если даже посмотреть официальные данные по закупкам то как раз в восточной или в центральной европе мы купили достаточно много того чего нам не хватало речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов подствольных и автоматических гранатометов переносных зенитно-ракетных комплексов боеприпасов к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения это к вопросу о том что подразумевается под подготовкой доставки гуманитарной помощи что может быть более гуманитарного какой интересный набор продуктов ну смысле систем поражения и боеприпасов мне кажется это все очень полезно для ведения партизанской войны или для того чтобы каким-то образом оказывать военное давление на руководство какого-то государства тут а мария владимировна возмущается что якобы все это собираются из европы отправить в венесуэлу а их нему лидеру оппозиции однако давайте-ка подумаем а кто у нас а так часто любит говорить о поставках гуманитарной помощи на донбасс неужели случайно а спикер мид проговорилась и огласила всю номенклатуру российских поставок доставку грузов венесуэлу планируется осуществить в начале марта текущего года несколькими партиями через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании к сожалению неудивительно что в этой абсолютно неприглядной истории прослеживается и украинский след в частности как мы понимаем будет задействовано государственное предприятие антонов хотелось бы поправить знатоков русского языка не украинская авиакомпания антонов а украинская авиакомпания антонов очень легко проверить есть слово украина но нет слова украина хотя да чем дальше украинская версия русского языка будет все дальше и дальше расходиться с версией русского языка в россии а по поводу авиакомпания антонов ну мы только можем порадоваться за наших летчиков которые получили якобы получили потому что мария владимировне не во всем можно доверять контракт на перевозке на 23 февраля намечена опасная масштабная провокация подстрекаемой руководимой вашингтоном пересечения границы венесуэлы так называемым гуманитарным конвоем и снова аналогия почему же в россии считают что гум-конвои американские венесуэлу это плохо а на российские в украину очень и очень хорошо да мы все прекрасно помним истории и шутки по поводу этих так называемых белых камазов да когда тушенка детонирует для россии америка это вселенское зло и не только в венесуэле ведь мы прекрасно знаем что эти янки сунут а свои американские носы в любую точку планеты и да а в украине они тоже отметились к очередной годовщине подписания минских договоренностей спецпредставитель сша по украинскому урегулированию вокер который вообще не имеет никакого отношения ни к истории выработки этого пакета документов и до всего к реализации не входит ни в какие группы человек абсолютно отстраненный недавно назначенный но чувствующий видимо себе большой потенциал и творческую энергию это очень странно почему мария владимировна считает курта волкера посторонним то есть не задействованным в процесс урегулирования возможно они так относятся ко всем американцам например в москве живет американец майкл бом но он вроде бы как много вещей говорит но в процессы переговоров не включен однако с волкером ситуация несколько иная вообще-то есть договоренность двух президентов сша и до россии которые создали так называемый механизм обмена мнениями и время от времени контактируют точнее контактировали господин сурков помощник путина до координатор донбасса от кремля то есть по сути руководитель оккупационной администрации по политическим вопросам и да курт волкер но возможно захарова об этом не слышала он опубликовал в своем блоге в аккаунтах некую таблицу призванную продемонстрировать то теперь внимание как россия не выполняет свои обязательства по минским договоренности вот понимаете эти глупость это плохо но еще хуже глупости глупость с инициативой какой хитрый ход наши российские друзья снова спрятались за так называемый донецк и луганск ну да их там нет а мы все об этом знаем но дело в том что курт волкер не ошибся когда он говорит об ответственности россии он называет вещи своими именами потому что и донецком и к сожалению луганском управляют сейчас оккупационные администрации российской федерации такой эмоциональный диалог марии захаровой вызвал вот такой невинный твит волкера у себя да естественно в твиттере и пишет он о том что россия продолжает обстрелы украинских позиций о том что россия развернула сотни танков артиллерию и ракетные системы вблизи линии соприкосновения здесь же он сообщает что силы возглавляемой россии регулярно препятствуют доступу обсе к неконтролируемым частям российской украинской границе тоже мне новость тут еще про беспилотники сказано про то что россия блокирует доступ большинства международных гуманитарных организаций контролируемых россией районном восточной украины тоже мне новость и так далее и так далее в общем можете внимательно изучить вот эту сравнительную табличку мария владимировна говорит что все это неправда что это брехня юал лаер курт волкер но это видимо от американского представителя пока скрывается я думаю что мы восполним пробелы мы также вот было очень много вопросов от представителей средств массовой информации в вашингтоне объявили о запуске некого интернет ресурса который тоже будет рассказывать о невыполнении россии своих обязательств нарушениях и так далее мы прекрасно понимаем зачем и почему именно сейчас все это запускается мы видели сейчас турне кандидатов президента по соединенным штатам америки часть предвыборной программы даже вопросов нет и поэтому то что подобные сайты появляются сейчас тоже не новость но ведь нам только дай повод поэтому нам есть что ответить сегодня мы тоже запустим и таблицы и материалы это мария владимировна отмечает что курт волкер кроме от этой прекрасной таблицы еще сообщил о том что начал работать сайт где рассказывается на российском военном вторжении в украину она почему-то это связывать с выборами не мне кажется что может быть это конечно и так но жалко что так долго наши американские друзья думали по этому поводу а планирует он там размещать различные доказательства снимки со спутников и так далее и так далее и так далее естественно во всех ситуациях когда нас там нет но смысле русских нет или на как поется в одной песне да в таких ситуациях представители россии начинают очень много и много говорить и мария владимировна потратила целых 20 минут чтобы так сказать опровергнуть то что по большому счету ни для кого не является секретом в россии на том что россия контролирует оккупированный донбасс и творит там все что ей хочется тот кто захочет так сказать насладиться сполна сможет зайти на сайт миг точка ру и найти на стенограмму и прочитать все самостоятельно честно я вам не рекомендую это делать самые важные и самые шокирующие пункты российского вранья мы здесь разберем а мы не любим когда нас долго просят так вот еще раз в минских соглашениях нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах россии попытки подтасовать факты переложить на нашу сторону ответственность за пробуксовку и невыполнение минских соглашений на самом деле работают в очень понятном и конкретном русле они подталкивают украинское руководство к новым авантюрам отдаляют реальную перспективу урегулирования и соответственно просто обрекают жителей донбасса на новые страдания и так да и санкции против этой страны навели по чистой случайности причем не только вели а еще их и увязали с выполнением минских соглашений до западный мир он наивен а ведь оланд и меркель которые были посредниками при выработке этого документа они старались дать а кремлю этому русскому медведю потихонечку отползти за поребрик но как говорится не для того россияне захватывали украинский город дебальцево не только для того чтобы потом просто так взять и отступить да они же положили там своих солдат тоже в порядке время от времени наши российские друзья вспоминают о страдающем населении донбасса но делают это исключительно для того чтобы каким-то образом сказать какая плохая украина но почему-то им абсолютно наплевать на положение людей которые живут на территории какой которую контролирует рф мы как я искала без ответа выпады или припады наши не знаю спойна вокера не оставим мы публикуем сегодня я кратко остановлюсь на контр тезисах которые были в инфиду выдвинуты американской стороной и так попунктно пройдемся по минским договоренностям и так пункт 1 минских договоренностей незамедлительные всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах и так далее и так далее не выполнено российской стороной конфликт продолжается женской стороны украинские силовики осуществляют такое знаете ползучие наступление в серой зоне на линии соприкосновения и занимают населенные пункты с 15 года в с у пошли в наступлении вошли в населенные пункты широкина виноградная павлополь пищевик гнутого травневое кладосова в 2018 году новолуганская авдеевская промзона золотое 4 южная рассадки на это можно сказать только одно слава вооруженным силам украины которые освободили несколько украинских населенных пунктов от страданий при русском мире ведь мария владимировна собственно говоря тоже против страданий и какая интересная закономерность там где нет русских оккупантов нет страданий 2 минских договоренных стиль отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния и так далее не выполнено и остается до сих пор загадкой откуда сотни танков появились на востоке украины вот допустим историю одного бука доследили или исследовали очень хорошо он сбил малазийский боинг и провели тщательное расследование и в чуть ли не поминутно показали как он выехал из ворот 53 зенитно-ракетной бригады из курска и добрался до оккупированных территорий донбасса почему же никого не интересует проведение чего-то подобного в части каждого российского танка на донбассе да понимаю это сделать очень сложно но нужно бойкотировав разведения в станице луганской вооруженные силы украины вернулись и укрепляются на позициях населенных пункте петровской золотой где ранее этот процесс был успешно осуществлен мы очень надеемся что американская сторона передаст эти материалы господину уокеру мне чудится или мария владимировна называет волкера вокером это из другого фильма но на самом деле по поводу того что украинские солдаты укрепляют свои позиции здесь нет ничего удивительного достаточно послушать спич вот такого уважаемого в россии человека опять же по чистой случайности он был директором оккупационной администрации на оккупированном донбассе до опять же по совпадению приехал из москвы и сейчас опять же чисто случайно находится рядом от помощника президента россии путина до того самого суркова с которым волкер уже некоторое продолжительное время не встречается а говорить им просто не о чем с начала 2019 года специальная мониторинговая миссия 31 более тридцати раз посещала пункты пропуска на российской границе за этим одним предложением собственно говоря и прячется на вся тяжесть этой бесславной войны этой подлой российской агрессии ну что приезжали на ребята из с ммбс е на пункты пропуска и что во первых на двух пунктах пропуска там и так стоят постоянные стационарные наблюдательные пункты об с е дело в том что когда такая прекрасная страна как россия контролирует 400 километров она может выбрать любой участок в любое время для того чтобы перекинуть любое количество танков и личного состава на оккупированный донбасс ну естественно потом мария владимировна улыбаясь будет рассказывать что нас там нет где ваши доказательства идем дальше пункт 4 минских договоренностей гласит в первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и так далее теперь теперь реалии киев избегает прямого диалога с донецком и луганском в контактной группе по политическим вопросам отвергает компромиссные предложения по модальностям выборов в донбассе настаивая на выгодных ему условиях позволяющих де-факто закрепить свой контроль над политическими процессами и их результатами в донбассе вы это слышали россия возмущается почему это украина хочет закрепить свой контроль за процессами происходящими на донбассе но по-моему это просто какой-то паноптикум счета восстановление контроля за регионом а это и суть минских соглашений по большому счету на этом можно было бы остановить запись этого блога и пожелать всем хороших выходных но очередной раз хочу повторить после того как россия и да вот это тот мужчина в белой рубашке объявили де-факто объявили на переговорах что украинские представители не смогут принимать участие выборах на донбассе все застопорилась потому что они прекрасно знают что если на будут выборы или что-то похожее на выборе на оккупированном донбассе вот эти вот товарищи соберут свои чемоданы и награбленные миллиарды и уедут в москву будут жить на рублевке и рассказывать о том как деды воевали печать безопасный доступ доставку хранение распределение гуманитарной помощи нуждающимся нуждающимся на основе международного механизма теперь что обстоит на самом деле по этому вопросу обстоят дела что американскими шпионами признаны любые гуманитарные организации которые хотели бы оказывать помощь людям на захваченной территории и их никто туда не пускают не говоря уже фонде нашего уважаемого бизнесмена рената ахметова он почему-то вообще там объявлен персоной нонграта досадно ему наверное быть таким обеспеченным иметь возможность поехать в любую точку этой планеты за исключением родного города донецк для недопущения гуманитарной катастрофы в регион поступает гуманитарная помощь из россии гуманитарные конвои мчс по состоянию на февраль 19 года направлено 84 колонны какие молодцы наши на российские братья спасатели единственная проблема почему они думают что на весь мир и кретины и идиоты они думают что вот этими белыми камазами можно обеспечить и накормить такое количество людей да люди оттуда бегут но тем не менее их еще там достаточно много но и самое главное слушайте сейчас конец февраля а сколько было гуманитарных конвоев в этом году сколько сколько 0 это что получается что денежки закончились на пиар акции у российской федерации осталось бабло только на гуманитарную помощь а-ля для венесуэлы то есть боеприпасы и все что необходимо для войны наша страна с каждым днем приближается к президентским выборам да у нас есть три на фаворита и каждый сможет проголосовать за того за кого он хочет и тут то внимательно смотрит мои блоги ну принципе может догадаться на за кого я хотел бы поставить галочку в своем бюллетене вы можете сделать так как вам хочется но у меня возникает один вопрос как вы думаете вот если действующий президент сменится риторика россии по отношению к нам в части донбасса в части крыма в части любых российских хотелок изменится или нет или такой он плохой порошенко что вот мы его переизберем поможем так сказать успокоить российских небожителей и заживем по-новому вы в этом уверены если нет пишите в комментариях свои прогнозы в части политики безопасности после президентских выборах на этом все читайте агентство униан обязательно подписывайтесь на мой канал в ю тюбе и да киев слава украине чао